Друзья, всем огромный привет! В прошлом уроке мы рассмотрели принцип работы системы впрыска. Сегодня же мы рассмотрим режимы работы систем управления двигателя. Первое, что происходит в автомобиле, это включение зажигания. При включении зажигания на панели приборов загорается набор лампочек. Блок управления проводит самодиагностику системы. Он проверяет связь со всеми датчиками, наличие обрыва либо короткого замыкания в проводке датчиков и исполнительных механизмов. В это же время, на несколько секунд, включается реле бензонасоса, чтобы создать давление в топливной рампе. Также в этот момент блок адаптируется к положению дроссельной заслонки. Поэтому при включении зажигания, дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. В случае с электронной педалью газа, заслонка устанавливается в запрограммированное для пуска состояние. Также при включении зажигания блок управления полностью открыт для связи с диагностическим оборудованием, то есть мы можем подключать сканер и смотреть уже параметры автомобиля. Все, в этом состоянии ЭБУ переходит к ожиданию запуска при появлении импульсов с датчика коленвала. Режим продувки цилиндров. Такой режим нужен для просушки залитых свечей, но для его включения нужно нажать до упора педаль газа и только после этого крутить стартер. Впрыск топлива в этом режиме выключается и цилиндры продуваются воздухом. Но, однако, такой режим есть не на всех контроллерах и в таком случае продуть цилиндры можно, если отключить бензонасос и крутить стартером. Режим пуска двигателя. Чтобы запустить двигатель, нужно повернуть ключ в положение стартера. Ну, это я сейчас сказал так, на всякий случай, может быть кто-то не знал. Коленчатый вал прокручивается стартером, в это время датчик положения коленвала начинает считывать обороты с диска синхронизации. Обычно на этом диске 60 зубьев, причем два из них пропущены. Это сделано специально для синхронизации с верхней мертвой точкой первого и четвертого цилиндров. Блоку управления просто необходимо знать, когда у нас будет верхняя мертвая точка. Это позволяет ему заранее подать искру в цилиндр, а также заранее до открытия клапана прориснуть туда бензин. Примерно при 50 оборотах в минуту блок уже начинает видеть импульсы с датчика коленвала. И этого ему достаточно для того, чтобы перейти в режим пуска. В режиме пуска регулятор холостого хода открывается примерно на 50% для того, чтобы подать воздух в цилиндры в обход дроссельной заслонки. И напомню, дроссельная заслонка у нас в режиме пуска, если мы не нажимаем принудительно педаль газа, дроссельная заслонка у нас закрыта. Также в режиме пуска, когда мы прокручиваем стартер, включается на постоянный режим работы бензонасос. В зависимости от температуры двигателя устанавливаются определенные параметры по количеству впрыска топлива и по углу опережения зажигания. На некоторых блоках управления может включаться многоискровой режим. Это такой режим, когда для облегчения запуска происходит 2-3 искры в каждом цилиндре за один такт. И происходит асинхронная подача топлива, то есть форсунки впрыскивают топливо во все цилиндры одновременно. Но длится это не так долго. Как только обороты двигателя достигают 400 в минуту, бензин уже начинает подаваться по схеме попарно-параллельный впрыск, а искра становится единичной. То есть это означает, что у нас топливо подается попарно-параллельно по 2 цилиндра, 1-4, 2-3, а искра уже становится не двойной-тройной, а просто идет один раз за такт. Когда обороты достигают оптимальных, для блока управления это от 800 до 1000 оборотов, он понимает, что запуск произошел успешно и переходит в режим холостого хода. При этом устанавливается фазированный впрыск, то есть каждая форсунка впрыскивает топливо только один раз за рабочий цикл. Режим холостого хода. На холостом ходу двигатель прогревается, нормальная рабочая температура должна быть выше 80 градусов. На холодном моторе обороты могут достигать 1500 в минуту, и по мере прогрева охлаждающей жидкости эти обороты постепенно снижаются. Регулируются прогревочные обороты при помощи регулятора холостого хода без участия водителя. Если педаль газа и дроссель электронные, то соответственно сама электронная дроссельная заслонка регулирует прогревочные обороты путем закрытия воздушного канала. Режим нагрузки. Как только угол открытия дроссельной заслонки повышается на 1-3%, блок управления оценивает это как переход в режим нагрузки. Режимов нагрузки различают два. Это частичная нагрузка, когда контроллер управляет двигателем так, чтобы был наиболее экономичный режим, но с сохранением приемлемого уровня скорости. То есть вы слегка нажимаете на педаль, едете, топливо расходуется не слишком сильно, ну и соответственно это позволяет поддерживать приемлемую скорость, которую вы хотите. В этом режиме состав смеси обычно объединенный, то есть воздуха в топливо на воздушной смеси больше, чем 14,7 частей на одну часть бензина. Соответственно топлива меньше. И есть режим полной нагрузки, когда приоритет отдается уже максимальной мощности и скорости, но при этом все еще блок пытается сохранить приемлемую экономичность. В данном случае в таком режиме смесь будет богатой, то есть бензина будет подаваться больше. Когда угол открытия дроссельной заслонки достигнет 70% и выше, блок управления переходит в мощностной режим, независимо от характера нагрузки. В мощностном режиме смесь также принудительно обогащается, то есть бензина впрыскивается больше. И блок управления перестает реагировать на сигналы датчика кислорода, то есть показания датчика кислорода в мощностном режиме не учитываются системой. Режим принудительного холостого хода. Это когда дроссель закрыт, но обороты двигателя выше, чем должны быть на холостом ходу. Например, при движении с горки. Если блок управления видит, что дроссельная заслонка закрыта, то есть вы полностью отпустили педаль газа, но обороты двигателя выше 1700, то блок управления в таком случае отключает впрыск топлива. Как только обороты снизятся приблизительно до 1300, подача топлива снова возобновляется. Режим ограничения перекрутки мотора, то есть режим отсечки. В этом режиме подача топлива отключается, когда частота вращения двигателя превышает максимально допустимую частоту. На разных моторах она разная, но допустим приблизительно это 5, 6 или даже 7 тысяч оборотов в минуту. Посмотреть как это работает, вы можете нажав до упора педаль газа на холостом ходу. Только не забудьте перед этим прогреть двигатель. На холодном моторе так делать не рекомендуется. Так вот, вы увидите, как только обороты двигателя превысят, достигнут красной черты на тахометре, начнет периодически отключаться подача топлива. Как только обороты будут снижаться примерно на 100 оборотов, подача топлива снова включается. И так идет по циклу. Помимо всех этих режимов, есть еще и режим остановки двигателя, когда выключается зажигание и отключается впрыск топлива. При этом, если температура двигателя в этот момент выше рабочей температуры, то при выключении зажигания и глушении мотора, блок управления включает вентилятор охлаждения двигателя примерно на 1-2 минуты. На сегодня, ребята, это все. Всем удачи, пока! В следующем уроке рассмотрим способы контроля топливной системы.